Жизнь предназначена для развития. Какой смысл Богу нам давать все хорошо, если мы от этого не развиваемся? Развитие идет от трудностей только и все. Бог поэтому нам посылает эти трудности, чтобы мы развивались. А люди не хотят развиваться. Вот сейчас я лекция закончу, меня окружат и скажут, Олег Геннадьевич, когда я ребенка буду рожать? Когда замуж выйду? Все сроки спрашивают. Сроки ведь это не проблема. Проблема, сколько вы труда вложите. Вот если вы труда много вложите, сколько надо, сразу же все получится. Нужно просто... Или, допустим, вот смотри, допустим, Олег Геннадьевич, когда я помою кухню грязную? Я не знаю, когда ты ее поможешь. Помой когда-нибудь. Так и здесь тоже все то же самое. Потому что есть грязь на кухне, есть грязь в судьбе. Это одно и то же, поймите. Это одно и то же. Просто в разных сферах жизни. Если вам что-то тяжело внутри, это просто грязь, которая побеждается с помощью памяти о святости. Все. Вот это единственное, что надо научиться и понять делать. Сегодня у нас математика, вчера и сегодня такая. Память о святости есть. Все, что плохое, оно уничтожается этой памятью. Все. Для того, чтобы эта память была, нужно звук, чтобы работал. Понимаете? Звук настраивает память туда, куда надо. Потому что это функция разума. Разум, когда память настроил куда надо, все сгорает, не нужно. Просто сконтактируйте с источником счастья, и несчастье уйдет само. Такая система. И так, когда человек контактирует с природой, он может долго жить. Когда человек контактирует с людьми правильно, он может долго и счастливо жить. Когда человек контактирует с Богом, то его жизнь принимает самое лучшее русло. Судьба становится самой высокой. Его судьба возвышается вверх. Становится самой правильной, самой лучшей. Жизнь дает человека самый лучший результат. его жизнь становится самой качественной какая как он может быть теперь некоторые люди думают сидят вот интересно мне все вроде правильно говорить вот интересно одну вещь понять куда ли геннадьевич клонит некоторые прям стоят и спрашивают олег геннадь все вы правильно говорите но вы скажите какую веру то я должен принять куда вы клоните то вы же не просто так это все затеяли я вот в интернет читал про вас и там где пишут что вы на самом деле хотите чтобы я принял вот такую то веру правда ведь вот если допустим вот интересно так происходит да если меня посадить рядом с кем-то и постоянно мне говорит олег геннадьевич ну скажите правду ведь вы на самом деле настроены не хорошо же правда и говорить не это говорить вот сейчас это происходит примерно 10 лет мне через интернет пространство некоторые люди постоянно мне напоминают олег геннадьевич вы же плохо настроены вы хотите людей куда-то заманить и правда они мне постоянно это пишут и пишут постоянно целыми днями мне создается впечатление что может быть это не у меня все таки у них что-то с мозгами происходит потому что я вот 10 лет вот эти все смотрю себе в сердце и вот этого не замечаю желание куда-то кого-то тащить мои хорошие у меня есть только одно желание чтоб вы свою веру нашли свою веру шли вперед свою ничего менять не надо и перемены любые очень опасно человек рождается в той культуре в которой ему лучше всего развиваться человек уже с прошлой жизни уже имел задатки и вот если бы задатки были мусульманский человек мусульманской семьи рождается раз задатки христианский человек христианской семьи рождается чем менять не надо все уже и так хорошо есть зачем что-то менять единственное что в жизнь надо поменять надо углубиться в свою веру а если вы тестической семье родился ну тогда найдите свою веру изучать это тоже несложно сделать понимаете о чем я говорю сейчас или нет суть жизни человеческой заключается в том что приблизиться к свету как вы его будете воспринимать это ваше дело есть только очень четкие признаки веры нормальной потому что есть еще и опасности в этом направлении очень большие давайте разберем эти опасности и разберем признаки правильной веры как вы признаки правильной веры первый признак правильной веры священное писание которое написано не пять минут назад священное писание проверено временем проверено тысячами людей проверено всем что можно проверить мудрецами проверено священное писание первый признак правильной веры второй признак правильной веры это длительный срок испытывает время больше всего веру если вера уже разрушилась чего ее принимать если вера до сих пор существует прошло много много сотен лет это значит что она правильная третий признак вера должна вести человека к богу они куда-то еще некоторые говорят верьте там то что богов много бог один он по-разному все может проявлять некоторые говорят что не по-разному проявляет только вот так ну тоже нормально крайнем случае тоже неплохо так думать от о боге тоже так можно это нормально человек будет немножко ограничен в своем восприятии мира титанский немножко на скроем но тоже неплохо принципе все равно результат один и тот же он возвысится такой человек мы все равно ограничены восприятие бога мы не сможем понять полностью то безграничная истина трудно достижимое понимание каждый ограничен только в своей ограниченности своей возможности третье правило должна быть цель преемственности духовное знание означает образование это не означает просто как чего что-то одеться и куда-то ходить духовное знание giants духовное нужно человеку просто духовное образование понимаете духовное образование это главное в двери нужно изучать как правильно служить богу думать о боге жили вот это главное все остальное это все второстепенно одежда это не главное духовные главное это образование какое знание ты дают которые ты понимаешь или это тебе знание подходит вот что главное дальше следующее очень важно понять что в каждой вере также есть люди которые правильно настроены которые неправильно настроены давайте разберем этот вопрос как как определить что человек правильно настроен правильно настроенный человек никогда никуда не тащит он просто тебе дает знания сколько ты хочешь узнать первое второе он никогда не настраивать тебя отдать все деньги разрушить семью свою и уйти к богу отдать свою жизнь а заодно и покалечить жизни других Понимаете? То есть правильно настроенный на Бога человек религиозно правильно настроенный никогда не делает из человека фанатика. Он не вырывает из социума человека. Следующее правило. Такой человек правильно настроенный никогда не навязывает ему веру. Говорит, только моя вера правильная, а твоя остальные все неправильные. Правильно настроенный человек никогда таких вещей не делает. Услышали? Неправильно настроенный человек. Всегда сравнивает. Говорит, это вера лучше, это хуже. Туда не ходи, сюда ходи. Первое. Второе. Призывает человеку к отказаться от, ну, в его пользу, в пользу как бы верующих людей. Отказывается от собственности, от денег, от своей семьи. И неправильно настроенный верующий человек разрушает семьи. Говорит, о, эта жена не надо снижить, она грешная. Пошла на вон. Мы тебя другую найдем. Неправильно настроенный человек. То есть в каждой религиозной системе есть правильно настроенные и есть неправильно настроенные люди. Поэтому надо распознавать, кто смиренно настроенный человек, ведущий тебя очень скромно к духовному пути. Человек, который никого не осуждает, учит прощению, учит смирению. Никогда не совершает никакого насилия над твоим пониманием вещей. Не пытается выдавить из тебя деньги, там, власть, силу, там, какое-то влияние. Ничем не пытается пользоваться для того, чтобы как бы тебя использовать как-то. Не пытается лишить тебя жизни. Не пытается лишить жизни других. Он просто дает тебе духовное знание, отношение с Богом. Все. Это его цель. Он учит тебя молитвы. Он учит тебя, как относиться к другим людям, как прощать, как терпеть, как любить. Он всех любит, ко всем относится хорошо. Идет себя смиренно. Ничего от жизни сам не требует. Правильно настроенный человек не имеет недостатков. Он не пьяница, он не развратник. Он не тунеядец. Он просто живет жизнь для Бога. Он тоже трудится каждый день. Только разный труд бывает. Бывает, что человек трудится молитвой. Это тоже труд. Понимаете? То есть у него нет недостатков. Как некоторые думают, что если человек, допустим, выпивает сам, он может все равно быть наставником. Нет. Если развратом занимается человек, не может быть наставником. Если пьяница, развратник, курить там, есть вредные привычки, он не может быть наставником. Наставником может быть только человек, который победил себя в какой-то степени хотя бы. Если ты себя не победил, как ты другим можешь что-то дать? Вот такие моменты очень важны. Веры надо выбирать, которые проверены временем. Не надо выбирать те веры, которые только что возникли пять минут назад. Это очень опасно для судьбы. Потому что вера дается человеку на века. На много жизней. Вере обязательно должна быть практика. Есть такие веры, где нет молитвы, допустим. Это не вера. Вера всегда присутствует. Молитва, практика духовная должна быть в вере. Некоторые собираются в кружок, просто пообсуждают и расходятся. А где молитва, где жизнь, где поклонение Богу. Нет этого ничего. Это тоже неправильно. Ну вот я вам рассказал принципы. А дальше все выбрать можно любое направление. Везде есть. Допустим, меня сегодня спрашивали. Олег Геннадьевич, вот есть основные религии, мне спросили. Еврейская вера, мусульманская, христианская, допустим, буддистская. Как определить, что они правильные? Я говорю, очень просто определить. Если там есть святые люди, значит, они правильные. Святость — это признак присутствия Бога. Я лично знаю многих возвышенных людей во всех этих четырех направлениях. Многих, не просто одного, многих возвышенных людей. Это признак того, что там есть Бог. Можно ли, не выбирая веру, развиваться? Конечно. Есть разные стадии развития Личности. Не обязательно выбирать веру. Человек должен просто развиваться. Он может сам, допустим, молиться Богу своими словами. Это тоже нормально. В этом нет проблем никаких вообще. Как человек хочет отношения с Богом, так и строит. Он хочет, допустим, строить, обучающий кого-то, поэтому выбирает веру. А если он не хочет ни у кого обучаться, может сам отношения с Богом строить в своем сердце. Тоже без проблем. Но это всего лишь этап его развития. Придет время, и ему захочется все-таки более серьезного развития. Более серьезно все изучать. Но этот этап не отменял никто. То есть он все равно без него никак не проживешь.